Как почти бесплатно избавиться от повышенного потоотделения и неприятного запаха пота под мышками? Эти два ингредиента найдутся у вас на кухне. Потоотделение обеспечивает поддержание нормальной температуры тела, то есть предотвращает перегревание организма. Сам по себе пот практически лишен запаха. Специфический аромат появляется в результате жизнедеятельности бактерий, обитающих на поверхности кожи. Приправы, придающие пище острый вкус – перец, горчица, чеснок, лук, имбирь, хрен, усиливают теплоотдачу организма и придают поту более резкий и неприятный запах. Аналогичным действием обладают свинина, фасоль, кофе, чай, шоколад, какао, кока-кола. Хочу поделиться и наглядно показать один практически бесплатный способ, с помощью которого можно избавиться от неприятного запаха пота. Что это за средство и как его готовить? Смешайте цветки ромашки, если они у вас есть, если нет, купите в аптеке. Ромашка недорогая, хватит надолго. Заливаем соду и ромашку кипятком, оставляем до полного остывания, процеживаем. Готовой жидкостью протираем область подмышек два раза в день. Хранить ее можно в стеклянной банке или любой другой стеклянной посуде, в холодильнике не больше недели. Если регулярно протирать подмышки этим раствором, исчезнет запах и потемнение. Утром и вечером промокните ватный диск в растворе и протрите проблемную зону. Неприятный запах уходит. Одежда из тканей с низкой воздухопроницаемостью, полиэстер, нейлон способствуют потоотделению, так как препятствуют испарению влаги. Наличие волос в подмышечных областях замедляют процесс испарения пота и способствуют более длительному сохранению неприятного запаха. Длительное нервное напряжение, частое переживание провоцируют обильное потоотделение даже при минимальном напряжении. Антипреспирант содержит в своем составе соли алюминия, которые при нанесении на кожу вызывают сужение выводных протоков, что препятствует потоотделению и обработанная поверхность кожи остается сухой. Но не забывайте о том, что потеть для человека жизненно необходимо и человек не может не потеть совсем. Пот охлаждает все тело, когда жарко и не дает организму перегреться. Это естественный процесс. К тому же с потом выводится ряд продуктов метаболизма и токсичных веществ. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал и тогда оповещения о новых видео вы получите самые первые. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока!